Приветствую вас. Я постараюсь ответить вам на вопрос в той парадигме, которая мне наиболее всего импонировала. Самое что понятно, что взглядов на проблемы существует много и как бы все они, ну, в какой-то степени имеют право на существование. Наверное. Я придерживаюсь такой позиции, что болезнь человека, в частности и похудрения и СРК, это психологические, даже не заболевания, а скорее психологические симптомы. В первую очередь, у психологического симптома есть несколько, как бы, таких разрезов реальности, можно сказать, в каком он находится. Первое, это та энергия, которая делает возможным существование главных симптомов. Я имею ввиду и похомрия, и СРК. Вот. То есть, что именно выливается в эти симптомы, да? Это первое. Ну, например, 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 допустим, СРК, это проблематика определенных профессиональных проблем, например, считается профессиональной реализацией, допустим, как вариант. Вот. Ну, это все очень индивидуально. Это первое. И второе. Мне кажется, что задача психотерапевта сделать так, чтобы человеку его собственная жизнь в какой-то степени стала более... интересной, что ли, чем симптом. Понимаете? То есть, пока что, мне кажется, вам более интересные симптомы. Вот. И я бы даже сказал, что есть вот, знаете, некоторые такие настаряжающие моменты, вот в том, что вы, например, спешите... Ам, значит, стараюсь себя от этого безопасить. Но жить в вакууме не получается. И, собственно, о вас можно понять. Действительно, действительно не получается. Действительно не получается. Это правда. Это чистая правда, что в вакууме жить невозможно. Вы правы совершенно. То, что вы пытаетесь это сделать, то есть вы пытаетесь вакууме жить, то что вы пытаетесь таким образом себя обезопасить. Вот. Наводит на мысли о том, что вам в социальном плане контактировать с людьми, вероятно, несколько сложно. Вот. Ну или, там, проблематично, да, по какой-то причине, причине, например, болевые, непрожитые ощущения болевые, да, такие вот прямо нарывающие болевые ощущения, вот, в прошлом. Допустим, ну, как, вот, как вариант. Может быть, конечно, конечно, могут быть и другие основания, это, ну, безусловно, да, то есть, как бы, могут быть не только эти причины. Вот. Соответственно. Первое. Симптом это определенная энергия, которая не находит выхода. Второе. Это проявленный интерес к жизни. Вот так, ну, вот, в таком виде. Звучит, это, конечно, не очень хорошо. Безусловно, звучит это не очень здорово, но, как бы, тут уже ничего не поделать. Потому что, я, я с какими случаями в своей практике встречался, встречался. Обратите внимание, что вы хотите избавиться от этих проблем, то есть, избавиться от симптомов. Вот. Несмотря на то, что вас можно понять, то есть, можно понять, что, ну, что вы хотите избавиться от симптомов. Мне все же кажется, что подход к данной проблеме является несколько, ну, таким, этим, медицинским, что, то есть, вот, медики, в общем-то, занимаются тем, что исправляют, избавляют человека от проблем. При этом не решают, как бы, глубинную такую ситуацию, благодаря которой этот симптом появился. Вот. Поэтому, если вы хотите избавиться именно от ЦРК и эпохондрии, как от симптомов, Наверное, вам имеет смысл обратиться к специалисту по НЛП. И, вот, специалисту по, значит, может быть, гипногрипнозии, может быть, специалисту, работающему в рамках психодинамического, вот, подхода. Значит, соответственно, вам это будет, ну, как бы, нас избавит от симптомов. Вот. Изменитесь ли вы глобально? Ну, нет, глобально вы останетесь в семье. Вот. И, скорее всего, у вас там появится где-то еще. Для глубинного изменения вам требуется психотерапия. Вот. Чтобы поменять именно саму реальность, в которой возникает тот или иной симптом. Например, научиться более открыто, более откровенно, более искренне находиться, допустим, в контакте с человеком. Вот. Более, например, продуктивно выстраивать контакт с человеком, допустим. Вот. Например, учиться обращаться со своими страхами, своими чувствами, своими эмоциями, переживаниями, болью. Вот. Прожить все болезненные истории, которые у вас есть, да. То есть, как бы, как бы, вот. А, ну, и вот это все приведет, по итогу, к тому, что симптомов этот падет за ненадобностью. Ну, это время. Это время. И с точки зрения вот той парадигмы, которой придерживаюсь я, да, с точки зрения не издавления от проблем, а расширения взгляда на вашу, скажем так, психологическую реальность. Вот. Вам, ну, стоило бы инвестировать в психотерапию для успешных изменений минимум год-два. Это встречи каждую неделю по, ну, сессии по, по одному-два раза в неделю в течение одного-двух лет. Вот. Для успешной работы. Вот здесь. Потому что, пока вы начнете опускаться на глубинные уровни своей психики и пока вы начнете замечать в себе то, что не замечали. Поэтому, вот, пока вы не наполните, пока вы наполните себя жизнью, жизненной энергией и так далее, пройдет достаточно много времени. И я бы сказал, что, чем больше вы будете, например, ну, допустим, тянуть, да, тем больше вы будете откладывать решение от вопроса, тем дольше времени вам понадобится. Потому что, ну, человек, человек, он с возрастом становится более косвенным и не гибким. То есть, вот, то, что, например, говорите вы, да, что вас... И, по крайней мере, и ЦРК, это же те рамки, в которые вы себя поместили. А, или рамки, в которые поместили вас, ну, особо, особо, знаете ли, особой роли, это не играет. Вот. И, как бы, эти рамки, они будут, как можно сказать, они будут растеть, они будут увеличиваться, они будут развиваться. Вот, они уже увеличиваются, они уже развиваются. Вот, гладкая штука. Вот. При этом, вы не будете, скорее всего, на таких сессиях психотерапевтических говорить о симптомах. Вообще, разговор о симптоме, о самом симптоме, он не является психотерапией. А психотерапия является именно повышение уровня восстановления себя. И восстановление баланса между внутренним и внешним. Чего, мне кажется, нет. И ваша жизнь, вопреки ожиданиям, не станет проще. Она, 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 она сложнее. Сложнее, потому что, вы будете замечать больше, вы будете видеть больше в других и в себе. И, вряд ли, это сделает вашу жизнь больше. Это не давит вас от боли. Боль будет. Я не, не, ну, как бы, не считаю, что в данном случае задача психотерапевта избавления от боли. Боли, боли. Вот. Ну, задача является научить человека с этой болью жить. Научить человека с этой болью, не знаю, обращаться. Так, так сказать. Вот. И, чтобы она не была столь эмоционально затратна для человека. Вот. Естественно, все это делается вместе с психологом. Вот. И вы ни в коем случае, грубо говоря, там, ну, один вы не останет. С этим, если, конечно, вы хотите, ну, помощи, если, конечно, хотите, чтобы вам помогли, то вот один вы не останет. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Ну, то есть, эм, аноним. Подумайте сами. Вот. Вы, значит, давайте я сейчас ваши вопросы читаю, да? Просто, чтобы было понятно. Дорогие эксперты, спасибо, что уделяете время на эти болезненные рекомендации. Один много лет страдает ахондрой и крайне несколько лет СРК. Очень влияет на качество жизни. Восстраивается во время стрессов и тревог. Стресс от себя от этого безопасности, значит, вакуумить невозможно и не хочется. Как избавиться от этих проблем? Вот. Настолько общий вопрос, да? Без знания вашей жизни, ну, как бы, даже обсуждать не возможно, не говоря уже о исследовании. То есть, у вас это обострение во время стрессов и тревог. Значит, вы не умеете обращаться со своими стрессами и тревогами. Могло бы это послужить направленной точкой? Да, могло. Да, могло. Могло. Но до тех пор, пока вы будете говорить в контакте стрессов и тревог о знакомом для себя, я думаю, работа не начнет. Вот когда вам будет, условно, не о чем говорить, когда будет вот такое ощущение, что всё, обо всём поговорил, всё рассказал, больше нечего. Вот это начало как раз таки работы. Потому что здесь вы выходите за пределы своих привычных концепций, за пределы своих привычных рамок, скажем так. Вот, я бы вот таким образом ответил бы на ваш вопрос, который вы задаете. То есть, вы, конечно, нас благодарите за рекомендации, но я не очень, честно говоря, не очень понимаю, за что можно поблагодарить здесь. Разве что, обвините в том, что очередной психолог пытается продать очередную терапию, психотерапию, но поверьте мне, ваши проблемы можно решить. Так, да, да, метод длительный, да, метод не эффектный, но на, так сказать, дальних расстояниях он разворачивается очень сильно. Вот, он даёт серьёзный результат, серьёзный результат. Вот. Ну, только, стараюсь, если, вот, вы, ну, если вы готовы заниматься, да, то есть, не лечить себя, от болезни, вот, там, ну, ну, как бы, потому что, я уже сказал, вот, не лечить себя от болезни, а именно, именно, исследовать свою жизнь, да, именно, вот, ну, изучать, как бы, самого себя, вот, это, вот, как раз, то, 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 чем, по моему мнению, вы, ну, можете, заниматься, заниматься, вот. И, чем было бы, ну, чем было бы успешно, чем вы могли бы успешно заниматься, скажем так, скажем так. Вот, такой ответ я могу вам дать. Надеюсь, что вам это было полезным, надеюсь, что вам это было интересно. Если вы, условно говоря, готовы начать заниматься изучением своей жизни, вот, если вы готовы начать заниматься исследованием, значит, себя, вот, я, к сожалению, вот, только не знаю, вы мужчина или женщина, потому что, ну, непонятно по тексту, вот. Вот, ну, в данном случае, в случае это не так, ну, не так важно, наверное, вывод. Значит, если вы готовы, то обращайтесь, 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 я думаю, что вам можно будет помочь. Вот, на этом все. Я хотел пожелать вам удачи, я хотел пожелать вам, ну, решения ваших проблем, вот, точнее, начало решения ваших проблем, я бы так сказал. Вот. И, надеюсь, что у вас будет, может, обратный связь, все надеюсь, что, ну, что вы дадите обратную связь, вот, которая и подходит началом работы с вами. Вот. Всего вам самого доброго и удачи!